Событие, к которому спортивное сообщество России готовилось 4 года. В минувшие выходные в Японии прошел пятый чемпионат мира по кудо. От России на родину этого вида единоборств поехали только лучшие из лучших. В их числе трое спортсменов Ивановской Федерации Кудо. По итогам соревнований каждый из наших кудоистов вернулся домой с ценным трофеем. Полностью продавали свои надежды, или наши надежды, потому что в любом случае ребята приехали с золотыми медалями. И то, к чему их учили, к чему они готовились, они все сделали на отлично. Поэтому в итоге у нас с копилкой две золотые медали. И, к сожалению, одна бронза, но она тоже золотая медаль. Самым опытным участником турнира от нашего региона был известный во всем мире двукратный чемпион Эдгар Калян. Его выступление на чемпионате, а точнее его итог, шокировал всю спортивную общественность России. Победив в отборочных боях, в полуфинале Эдгар вышел на татами с представителем страны-хозяйки, чемпионата. И несмотря на то, что весь поединок превосходил соперника, решением судей проиграл. Отлично! 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 Так же! Десять секунд! Эй! Супер! Еще! Из-за этого досадного и несправедливого поражения в полуфинале Эдгар мог бороться лишь за третье место, но не сломался под давлением обстоятельств и свою бронзу завоевал. Общим решением сборной России этот кубок хоть номинальный и бронзовый, но золотой пробы. Это настоящее чистое золото. Пробую. Три девятки. Ну, я не считаю себя проигравшим. Я бой выиграл. Это для меня самое главное было. Это мое душевное состояние. А то, что судьи вытягивали своего, это уже их проблема. Вытянули – молодцы. А так для себя я выиграл, для нас, для всех, для моих близких, для тренеров, для остальных, для своей души. Я сделал все возможное. Я знаю, что я выиграл. И это мне достаточно. Несправедливость в отношении их сенсея подстегнула двух других спортсменов нашей команды – воспитанников Эдгара. Вика дошла до финала, победив двух худоисток из Японии. И каждый поединок с хозяйками чемпионата был для нее чем-то личным. Хотелось показать родоначальникам худо, что Россию не сломить. Выиграл я только благодаря своему тренеру. Спасибо ему за мою спортивную подготовку. Он меня много тренировал. Мы работали часто, много. И вот результат. Результат Вики – победа. Причем с таким преимуществом, что даже судьи не смогли вмешаться. Еще одним триумфатором чемпионата стал другой ивановский боец – Эльвин. Ему удалось уже в первый соревновательный день поставить абсолютный рекорд первенства. Мои тренера меня очень хорошо подготовили. И вышел на бой и одержал победу за 10 секунд в любом премьерном. Эльвин не избавлял темпы еще два боя. Итог – мировое золото. Когда тобой гордятся родители, семья, все твои близкие люди – это непредаваемое ощущение. Так Колян-спортсмен привез из Японии золотую бронзу. А Колян-тренер – два золота. На вопрос, как удалось, немного в другом составе, но практически полностью повторить результат чемпионата мира четырехлетней давности, спортсмены отвечают – все благодаря командной работе. А значит, и победа эта не личная, а всей Ивановской Федерации Кудо. Хотелось поблагодарить нашего руководителя Бухадис Майловича, потому что он сделал большой вклад, большую помощь, оказал в поездку в Японию. Это взято от самого подготовки ребят, потому что очень сложная была подготовка, и как она отбиралась, и финансовое положение тоже занимало немалых денег. И он вложил всю силу для того, чтобы наши ребята поехали на этот чемпионат мира. Казалось бы, после такого сложного турнира можно и отдохнуть, но золотоносные ивановцы уже планируют подготовку к следующему турниру. Сенсей научил их тому, что чем выше титул, тем важнее ему соответствовать. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.